Добрый день дорогие друзья, категорически всех приветствую, с вами на связи Аркадий и Толкен Вейт, и я сегодня вам предложу интересный вариант поиграть в 2 на 8. В чем же заключается суть такого кастомного режима в 2 на 8? Да, водка, водка, водка. Итак, режим называется защита короля слэш королевы. Все игроки делятся на две команды, так как у нас, как говорится, 2 на 8, то у нас 10 персонажей, по 5 человек в каждой команде. Каждая команда состоит из охотника слэш рыцаря, одного короля слэш королевы и трех подданных. Задача короля придержаться как можно больше, задача рыцаря уничтожить вражеского короля. Слуги помогают в поисках короля, а также помогают, точнее мешают монсовать вражескому королю. Все действие происходит на карте Moonlight Park, то есть самая большая карта, входы там располагаются в разных концах. Команды разделяются на две части. После начала игры одна команда уходит к одному входу, другая команда переходит к другому входу. После того, как дается отсчет 5-секундный, команды начинают свое действие. То есть король прячется, рыцарь ищет вражеского короля, а слуги помогают монсовать, помогают прятаться, ну и всякое подобное. Единственное то, что королю нельзя использовать исследователя, чтобы постоянно прятаться и сидеть где-то там ниже травы, ниже травы. Да. Вот в принципе и все. Давайте попробуем сыграть в этот режим. Так, ну что, все собрались? Давайте на счет 3, 2, 1, побежали. Начинаем поиски. Режим спасения-уничтожения короля называю открытым. Пожалуйста, господа охотники, не подсматривайте. Я специально даже не буду смотреть. А, ну у меня подсветки есть. Эти позишены тоже уберу, чтобы вы не видели никого. Чтобы для меня это тоже было интересом. Так, далекий бросок зонтика сразу же от партитуры. Находят Анжелу. В принципе смысла от хита, только если попробовать насобирать себе очков в присутствии, чтобы можно было бафы себе купить. Ага, Катрин быстро очень нашли. Но это... Но это партитуры. Да. Шангера понимает задачу. Отвлекает. А Фури? Фури кого-то нашел. Нет, он обычного, по-моему, нашел. Да, он обычных пока Лаки Гаев нашел. А вот как-то... Катрин в этом плане не повезло. Ее нашли достаточно быстро. А у нее есть еще пистолет? У нее есть еще... Кстати, Лаки Гай могут приносить ей пистолеты. Кстати, да, Лаки Гай могут приносить же ей пистолеты. И тогда она будет стрелять постоянно. Так. Пока не может. Что-то у Фури и с лезвиями все плохо. Оп, зато Террора. Так. Одного Лаки Гай здесь положили у нас. Так. А мне сейчас интересно, где же спряталась... А, помидорка вообще в наглую заводит. Ха-ха-ха-ха. Помидорич молодец, он просто в наглую заводит. Погодите. А, он потерял Катрин. Он потерял Катрин, он не может ее найти. А, он за бафом пошел, окей. Фури пока пытается... Набафиться. Ну, окей. В принципе, как вариант. Ну да, ему нужны очки. Потому что партитура уже настаканная. Плюс он может убить этих... А-а-а. Вот, подсветка сработала. Ха-ха-ха. Смотрите, как читерно сработала подсветка. Он реально нашел помидорчика за счет подсветки. Это читерно получилось. Неплохо, однако. Так. Как там партитура развлекается? Он пока еще ищет. Ищет, ищет. Не может найти Лак... Не может найти Катрин. А где Катрин у нас бегает? Сейчас, 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 сейчас. А, он за Катрин бегает, но все-таки ее нашел. Окей. Закрытие окон. А-па-ч... Ага, все. Одного выкинули из игры. Одного слугу. Все-таки находит. Кого первым? Кого... Какого... Какого короля первого все-таки завалит? Ай-яй-яй-яй-яй. Сломали. Так, Катрин еще бежит. Почему слуги не приносят пистолеты? Ха-ха-ха. Фуджи молодец, подставляется. Ну, это его решение не сажать. Но он может сажать. Террор! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Катрин сажается на кресло. Катрин на кресло сажается. Пытается, пытается фурек догнать. Но тут следы путаются. Что свои, что чужие. Наездниками? Ха-ха-ха. Было бы прикольно. Так, Катрин у нас сидит на сломанном кресле каким-то образом. Ну, господа слуги, надо спасать королеву. Желательно с отложенным временем. Так, помидорчику дали хит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, Катрин потеряли, но пока она еще не мертва. Еще и... Вот, кстати, жрица реально она неплохо в этом плане тут может мансовать. Так, ну, посмотрим. Тут слуги у Катрин сидят. От души-то у вас выпили. Спасти-то вы не можете. А, вот спасли. Машинка есть, машинка есть. Можно уехать. Садись. Садись, Катрин! А, у нее... Погоди, она что не может с... С часами убежать? Ласт Эфор. Нет! А помидорчик еще убегает. Помидорчик еще бежит. Даже бабу покупает. Так, посадил он Кармаль. Фурия! Королеву убьют! Так, а у нее остались слуги? Или не осталось? По-моему, не осталось, да? Так, спасли Катрин. Успел. Успел у Катрин убежать. Беги! Так, Анжела подставляется профессионально. Мячик это плохой предмет. Беги, Катрин, беги! Фурия пытается все-таки догнать. Не сдается. Не сдается у нас помидорчик. Не хочет, чтобы ее поймали. Да и порталы у нее не кончаются, блин. Как назло. Еще и пистолет завалялся. Ай, нет. Все, это последний раз, по-моему, Катрин садится. Да, к сожалению. К сожалению, преста оказалась более верткой. Ну, в принципе, если все будут знать правила, по мне, так и режим достаточно прикольный такой. По крайней мере, необычно. Ну, победа. Поздравляю. Поздравляю команду помидорчика. Помидорчик до самого конца бегал. Ну, как вам? Поздравляю команду помидорчиком. Быстро? Ну, может быть, запустить ЧБ, потому что он реально слишком быстро получается. Он очень быстро перемещается, считай, с самого начала. И за счет того, что он знает, где примерно находятся сразу все. Может быть, в этом плане надо попробовать поменять. Но мне понравилось. Вот реально... Вот мне реально неплохо так понравилось. Спасибо.